Я бы хотела задать вопрос Маргарите Валерьевне по поводу количества консультаций. У меня служба «Ясное утро» Ольга Гольдман по поводу нагрузки на психолога в стационаре. То есть мы пытаемся сейчас каким-то образом понять потребность в психологах на койке. Вот я у вас увидела цифру 1 человек на полную ставку на 25 коек. Вот наш опыт показывает, что вот наша очная программа, которая идет, у нас 1 раз в неделю психолог успевает обойти 18 коек. То есть это 18 коек, как минимум, потому что на 5 на одного человека. Можно рассказать, как у вас эта цифра получилась и прокомментировать это? Да, спасибо за вопрос. Он сейчас достаточно актуальный. Вот у нагрузки на специалиста вообще существуют описанные, и часто их представляют эти нормы Курпата-старши. Эти нормы пришли из работы мультимодальной команды психоневрологических учреждений, где есть стационарные койки. И, собственно, рассчитывается она достаточно просто. Один специалист в базе работает 50 минут с одним человеком. Восьмичасовой рабочий день. Но у вас не каждая койка требует консультации. Это так. Есть некоторая особенность, есть некоторая специфика онкологических стационаров. Они пока не рассчитаны и не прописаны. Однако из моего уже восьмилетнего опыта работы в стационаре хосписа я по-прежнему придерживаюсь того, что у меня есть нагрузка в час, рассчитанная на одного человека. И один час восьмой выделяется на ведение документации. Конечно, не все наши пациенты могут проработать в течение 50 минут. Однако мы ориентируемся на то, что закладываемся на эти 50 минут, потому что если мы работаем 30 минут, то ведь это выусловлено тяжестью состояния пациента. А это определенная нагрузка на специалиста. Например, 15 или 20 минут работы с терминальным пациентом нельзя игнорировать. Мы подвержены этому влиянию. Безусловно, как бы мы ни были защищены, проработаны и обеспечены поддержкой сообщества. Нельзя игнорировать этот фактор, иначе мы придем к жесткому выгоранию специалистов. Выучить онкопсихолога – это довольно такая тяжелая история. Там должны быть определенные специфические особенности личности человека. И он должен, кроме того, что он будет клиническим психологом до лет 5, он еще должен все время поддерживать себя в работе. И поэтому все-таки мы, рассуждая об этом и думая об этом, и говоря об этом с членами ассоциаций онкопсихологов, вот этот час опорный на единицу, не на койку, на человека – это идеально. Конечно, этот идеал мало где выдерживается, но мы еще только в самом начале пути формирования работы онкопсихологов. У нас не прописаны стандарты. Наверное, какие-то коррекции в пользу уменьшения времени неизбежны давлением обстоятельств, в том числе экономических. Но сокращать их до 15 врачебных минут мы никак не можем. Ведь мы с вами прекрасно понимаем, коллеги, что это другой формат работы. Спасибо. Мне казалось, что вы уже собирались считать это. Лентина Алексеевна, не посчитали вы? То есть нормативы меня очень интересуют, потому что от них мы можем оттолкнуться уже в штатных единицах. То есть пока не сделано это все. Кроме курпатовских вот этих выкладок по работе штатных медицинских психологов у нас пока ничего нет. Но привязываться к ним достаточно удобно. Давайте поговорим об этом позднее. Спасибо. Глубоковажаемые коллеги, лектора, при следующих секциях, пожалуйста, сдайте свои презентации. У нас идет онлайн-трансляция во время трансляции. Мы не сможем загрузить ваши презентации. Поэтому сейчас, в данный момент, мы завершим. Каждый из экспертов данной панели сделает свое заключительное слово. И ровно в 16.00 мы начнем следующую сессию, посвященную пациентским организациям. Поэтому, пожалуйста... Хотелось бы благодарить всех присутствующих за... Микрофон, пожалуйста. Слышно ли меня? Хочется бы благодарить всех присутствующих за внимание к докладам. И я очень рада, что сегодня была возможность поделиться своими исследованиями. Спасибо. Вопросы, может быть, какие-то возникли к моему докладу. Буду рада ответить. Если сейчас, то возможны перерывы. Спасибо большое. Большое спасибо за внимание. Очень интересная получилась секция. Много всего удалось нам обсудить, проблематизировать. И, может быть, не вот так. Вот прямо с вопросами, а где-то уже после. Буду рада с кем-то обсудить и свои доклады, и не свои. В общем, я открыта для общения. Спасибо. Я буду неоригинальна. Спасибо за прием, который здесь был нам оказан. И, да, в онкопсихологии нашей и в мировой психо-онкологии много-много всяких вопросов существует и тем, необходимых для включения не только науки, но и, конечно же, практики и помощи пациентам, семьям и докторам, персоналу. В ноябре месяце будет российский съезд онкопсихологов, и мы очень хотим видеть всех здесь присутствующих и там. Более того, наверное, будут некоторые сюрпризы со стороны организаторов в плане включения представителей мирового сообщества психо-онкологического. Очень надеюсь, что дальше будем так видеться и взаимодействовать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Это наша с вами заслуга общая. Валентина Алексеевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень благодарна всем слушателям, которые присутствуют сейчас здесь. И у меня вот такой большой вопрос еще и в том, что мы сейчас занимаемся тем, что очень часто докладываем о тех исследованиях, которые проводят в разных наших городах, регионах, исследования онкологических пациентов. Что мне не хватает здесь вот как бы сейчас, я бы сказала, какого-то круглого стола, чтобы можно было обмениваться. Потому что, мне кажется, в любой науке идет такое накопление сначала исследовательских данных, а потом размышления, что с этим, какие-то противоречия. И мне бы очень хотелось, насколько это возможно, в будущем видеть не только доклады, но и, может быть, в форме круглых столов, чтобы можно было обсуждать, действительно дискутировать на различные темы, а не просто докладывать. Итак, огромное спасибо и спасибо большое организаторам за отличное проведение нашей сессии. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вот тоже присоединяюсь, потому что тоже сидела и думала о том, что нам не хватает времени, чтобы пообсуждать. А вообще стала хорошей традицией хотя бы собираться раз в год в такое прекрасное время, до белой ночи, одно из самых замечательных для этого города. И хотя бы иметь возможность видеть друг друга, обсуждать, потому что проблем очень-очень много, и, наверное, мы их еще нескоро решим. И нормативы временные, и до сих пор там психологи, по сути, бесплатно работают, потому что ни стандарт ОМС, ни ВМП никуда не входят в наши работы. И это тоже проблема, на которой нужно работать, потому что, по сути, мы убыточное, так скажем, звено в системе здравоохранения. С одной стороны, мы говорим о том, что наша помощь так необходима и важна, и сегодня вот первая часть медицинской реабилитации все время говорила о психологической помощи. Но с другой стороны, фактически мы работаем, ну, как бы вот, без финансирования. И это тоже проблема, которая, я думаю, что вот благодаря нашим таким встречам, наверное, все-таки когда-то решится. А вообще, большое спасибо, сегодня такое изумительное количество докладов, которые очень интересны и очень-очень полезны, ну, вот лично для меня. Спасибо огромное всем. Уважаемые коллеги, хочу сказать о своей невероятной радости, что врачи-онкологи и онкопсихологи начинают работать как слаженная мультидисциплинарная команда. И мы можем действительно сказать с гордостью о том, что западная модель нам совершенно не чужда, и, в общем-то, мы выходим на совершенно новый уровень той слаженной работы, где мы можем сделать вместе действительно больше. Спасибо. Глубоко уважаемые коллеги, на самом деле я с огромным удовольствием и для меня большая честь сидеть за одним столом с ведущими экспертами в области онкопсихологии. Но мне хотелось бы сказать, вот наш онкологический форум – это больше, чем онкология. И самое важное, что наши докладчики представляют не только тезисы чужих международных исследований, это прежде всего свои, доказательным высоким уровнем исследований. И цель, конечно же, форума – это представить исследования достаточно высоким уровнем доказательности, чтобы потом уже собирать пост форума в круглые столы и обсуждать те результаты, которые были представлены, как обычно это делается на конференциях АСКО, на съездах онкопсихологов. Поэтому это очень важно, что сегодня мы услышали наши российские исследования с высоким уровнем доказательности. Это достаточно высокий уровень. И у меня большая гордость, что я вот сейчас сижу и слушаю такие доклады. И еще хочу сказать, что первая сессия, которая была сегодня посвящена клиническим рекомендациям, самое основное, что в клинические рекомендации обязательно должны войти онкопсихологи, так как реабилитация онкологического больного должна начинать с момента постановки онкологического диагноза, потому что прежде всего для онкологического больного рушится картина мира, и он понимает, что он внезапно смертен. Хотя эта болезнь, она в организме существует десятилетиями. Поэтому именно важность, чтобы на пререабилитации и в мультидисциплинарной команде, конечно же, были онкопсихологи. Это крайне важно, и мы хотим включить это все в клинические рекомендации, чтобы на основании их были созданы стандарты, и просчитать это в рамках клинико-эстетических групп. И чтобы уже наши психологи были полноценными членами нашей команды, хотя так это и есть настоящий момент. Поэтому я еще раз, давайте мы поблагодарим наших докладчиков, замечательные доклады и наши поздравления. Спасибо большое. Продолжение следует...